Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги «Премудрость» Соломона. Сегодня перед нами пятая глава. Мы говорили относительно главы 4, что здесь тема взаимоотношений грешник-праведник раскрывается наиболее однозначно. Мы видим пример нетрадиционный для Ветхого Завета, когда бездетная праведность, как от ни странно, оказывается лучше, чем многоплодная, но жизнь грешников. Также озвучена и идея возможности осмысления смерти праведника в глазах Бога. И пятая глава эту мысль продолжит. Тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его. И, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчу и поругании. «Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончина его бесчестна. Как же он причислен к сынам Божьим и жребия его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходным пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Конечно, перед нами пример высокого литературного стиля, крайне маловероятного для упоминавшихся выше нечестивцев. Безусловно, это чистая авторская позиция, его внутренняя оценка того, каким должно было бы быть раскаяние грешников перед лицом торжествующих во вне времени праведников. В первых главах мы упоминали, что образ праведника очень созвучен с евангельским образом Христа. Там как раз представлен монолог торжествующего нечестия, готовящегося осудить праведника, где говорится, что он называет отцом своим Бога, говорит, что о нем попечение будет. Испытаем его и увидим. С точки зрения нечестивцев, мы говорили, не будет ничего. Праведник умрет в безвестности. Они же еще раз сами для себя подчеркнут, что их путь жизни единственный правильный из всех. Далее мы видим главы рассуждений, когда автор говорит о том, что грешники думали и делали так, но ошиблись. Теперь же мы возвращаемся после этих теоретизаций к тому же самому рассказу. Вот они думали, они сделали и они получили. Итог праведник, стоящий вместе с Богом, и они отстоящие от этого очень далеко. Можем, сохраняя мессианский контекст, провести параллель с архидиаконом Стефаном из книги «Деяний». Перед лицом своих мучителей, уже вошедшим в реальность царства. Когда он говорит, что видит Христа, сидящим одесную славы. Праведник с великим дерзновением встанет перед лицом тех, которые оскорбляли его. Презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом. Изумятся неожиданностью спасения его. Неожиданностью для кого? Для праведника? Нет. Неожиданность его спасения для нечестивцев. Предавая праведника всем тем вещам, которым они хотели, с их точки зрения ничего не должно было бы произойти. Мы говорили о всем их предыдущем пути, как о пути циничном, о пути примиренной совести. И вот пример постфактум раскаявшегося нечестивца. То есть человека, который уже по прошествии всех своих деяний, своей собственной жизни увидел те результаты, к которым он совершенно не был готов. Отсюда такой уровень самообличительности. Еще раз подчеркну, что, конечно, это обличительность самих себя, скорее авторское жирное подчеркивание по тексту. Возвращаясь к историческому контексту, напомню, что данный фрагмент мотивирует соотечественников, в общем-то, не предавать религию отцов. Говоря, не надо, не ищите легкой и приятной конъюнктуры. Будьте устойчивы. Понятно, что это приводит к неудобствам, а может быть даже и вводит в тяжелые жизненные обстоятельства. Но будьте устойчивы, результат будет однозначен. Раскаиваюсь, воздыхая от стенания духа, будут говорить сами в себе нечестивцы. И далее. Безумный мы почитали жизнь его сумасшествием, а кончина его бесчестный. А как оказалось, заблудились от пути истины. Мы сами преисполнились делами беззакония. Какую пользу принесло нам высокомерие? Как связаны темы богатства и тщеславия? Уходя от религии отцов, уйдя от кажущегося ненужным собственного прошлого, к чему попытались прийти? К новому социальному статусу, к финансовому благополучию. И в общем-то часто получали. Но следующие стихи дают оценку алчным грешникам всех его накоплений, собственную оценку в свете вечного дня. Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа нестизи дна его в волнах. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крылами и растекаемым быстротой движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной в цель, разделанный воздух тотчас опять сходится. Так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетеля, но истощились в беззаконии нашем. Вот конец второго большого монолога нечестивцев, который подводит итог их жизни и деятельности, что она прошла как тень и как быстротечная молва. Эти эпитеты на самом деле чрезвычайно насыщены, как и в первом их монологе, где само дыхание, сама жизнь сравнивалось ими с дымом и искрой. Потому и нужно было торопиться, насытить себя всем возможным. А здесь эфемерность тени, ее нереальность, прикладывается ими к своим же жизненным итогам, то есть как раз ко всему неправедно полученному и приобретенному. Но не только образ тени, но и образ молвы использован здесь как синоним незначительности. А ведь мы регулярно задумываемся на тему, что думают люди или что скажут. Но будучи трезвыми людьми, мы должны понимать, что сколь мало в моей жизни занимают осуждение или обсуждение одного конкретного человека. Если он не ближний мне, то это от нескольких секунд до минуты. Я видел, думал, подвел внутреннюю черту и все. Вот оно, безосновательное осуждение, малова быстротечная, которое есть и через миг ее нет. Это в том числе и хорошее напоминание нам о том, что свою жизнь нельзя строить, ориентируясь на мнение окружающих, просто потому что это опора на тень, на то, что есть и через секунду нет. С похожими образами сравнивается вся жизнь нечистивца как такового. Вот эти три сравнения. Прохождение корабля, идущего по волнующейся воде, когда вода скрадывает корабельный след, летящая птица и летящая стрела. Никто из них не оставит в итоге след за собой. Есть важная идея. Так мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились беззакониями нашими. Отсутствие знака добродетели, то есть не всякая память хороша. Можно привести в пример письмо, которое является одним из немногих нехристианских источников, подчеркивающих историчность личности Христа. Это письмо Мары Барсерапиона своему сыну. Это сирийский документ. В нем отец пишет своему сыну, оказавшемуся в сложных жизненных обстоятельствах, и пытается его поддержать. И приводит созвучный с традицией мудрости пример трех праведников, которые были отвергнуты их собственными народами, но оказались прославленными в вечности. Это Сократ и Афиняне, Пифагор и Самосцы, и Христос и Иудеи. Причем Иисуса Мар не знает по имени. С точки зрения этого близкого к стоицизму языческого автора, мудрецы-праведники восторжествовали через добрую о себе память, а предавшие их смерти грешники получили должное вздаяние, как мы читаем. Что доброго стяжали Афиняне, убив Сократа? Возмездие за которого получили они в голоде и язве. Или сыны Самоса, сжегши Пифагора. Земля их в одночасье сокрыта была песком. Или Иудея, казнив мудрого царя своего. Ибо царство их с того времени отнялось у них. Сократ бессмертен через Платона, Пифагор через Кумир Гера, а царь мудрый через законы им данные. Истощились в беззаконии нашим, заканчивается речь неправоумствовавших. Далее автор резюмирует сказанное. Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иний, разносимый бурью, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте. Истощание в беззаконии, упомянутое стихом выше, неоднозначный факт для писания, как минимум из практики. Потому что даже у псалмопевца мы слышим, я видел нечестивцев, возносящихся, как ливанские кедры. То есть в ряде случаев ни о каком истощении речи не идет. Даже не в физиологическом смысле, а как, например, истаивание духа. А с другой стороны, если посмотреть на полотно истории с большего расстояния, то, как ни удивительно, но в большинстве случаев ремарка автора при мудрости верна. Да и сам Давид продолжит. Я видел нечестивцев, высящихся, как кедры ливанские. Вот я оглянулся, и нет никого. Все предыдущие главы говорят об отсутствии корней у нечестия ввиду того, что Бог – источник жизни. Всякий, кто не питается от Него, не питается ни от чего. То есть какое-то время, в рамках инерции, нечто может просуществовать на каком-то зазоре жизни в себе, полученном от Бога. Но это иссякнет. Но это совершенно не повод порадоваться такому исходу грешника. Это реальный повод к скорбе, потому что человек, столь большие объемы сил, потратившие на зло, как бы мог этими же самыми силами посодействовать любому добру. При этом не будем обманываться. Сказанное зачастую относится не только к тем, кого как мы, как нам кажется, объективно считаем грешниками, а и к нам самим. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Эти слова так часто пугают нас в Боге, что не дают довериться Ему и принести плодов. Получается на самом деле, что мы думаем о Боге гораздо хуже, чем Он о нас. То есть наша реальная бесплодность не от того, что мы как нечестивцы не туда опускали корни, а просто потому, что мы не укоренены ни в чем. Ничего, как нам кажется, грандиозно плохого не делаем, но и фантастически хорошего тоже. То есть мы нигде. Надежда нечестивого исчезает, как прах. В данном случае нечестивец, к примеру, это не оппозиция Богу, как в классических текстах пророков, где праведные надеются на Яхвы, а их антагонисты на Ваала. Уже у поздних пророков мы видим совсем другое противопоставление. Мы надеемся на Яхвы, а вы надеетесь на колесницы Египта. Ведь Яхвы колесницы Египта оставил в дни исхода в Красном море. Это напоминает и наш регулярный опыт борьбы с грехом. Я соберусь, все получится. Глубокому сожалению, практика показывает, что не в этот раз, не в следующий. Я сам почти не имею того, что могу противопоставить собственному опыту зла. И Бог к этому и не призывает. Он не призывает просто собраться с силами, а открыться ему. А он уже знает, что с этим сделать. Открытость к Богу и переведет к тому, что наша опора не на иней, разметаемой бурей, а опора на него. Вот будет благополучный итог строительства. А праведники живут вовеки, награды их в Господе и попечения о них у Вышнего. Посему они получат царство славы и внец красоты из руки Господа. Ибо он покроет их десницу и защитит их мышцу. К вопросу о вечной жизни праведников. У Иоанна Богослова в Апокалипсисе мы видим идею второй смерти, которую праведники не увидят. То есть второй как конечный, абсолютный. Здесь нужно пояснить. Новый Завет утверждает, что смерти как абсолютной конечности на самом деле не увидит вообще никто. То есть единожды появившись, человек продолжает существовать всегда. То есть мы, общество бессмертных. Явившись в мир, наша личность более никуда из него не уйдет. Чем ближе к Новому Завету, тем однозначнее священные тексты будут говорить о разнице воздаяния. О том, что вечность будет безусловной просто потому, что мы створены Богом, который вечен. И, соответственно, другим разумным существам он это со-временье с собой дает. На самом деле это далеко не самый однозначный вопрос, содержащий в себе два противоречащих друг другу тезиса. Первый из них. Все человечество имеет однозначную степень свободы. Свобода Богом дана, и, соответственно, любые результаты ее использования он приемлет. Принимает не аннулируя. Отсюда и идея разницы воздаяний. Не в пошлом ее понимании, где за хорошее поведение конфетка за плохой окнот. Смысл как раз в том, что если человек начал жить с Богом, то в нем появляется некое созвучие Творцу желания бытия в нем. И, соответственно, радость от этого события с Богом, то есть рай. И наоборот, проживший жизнь вне Бога, не видя и не слыша его, не может и испытать радость от соприсутствия с ним в вечности. Для здравого глаза солнце приятно, для больного нестерпимо. При том, что солнце одно и то же. В вечности грешник сам не захочет Божие присутствие. Но второй тезис ничуть не менее однозначен. Мы утверждаем, что человечество целостно. Что реально, что все мы являем целостность своей природы. Как Троица – это единая природа в трех ипостасях, так и человечество в замысле Бога есть такая же единая природа в миллиардах ипостасях. Но как Троица не существует отдельного. То есть нет момента, когда Сын отделится от Отца или Дух и зайдет от Отца, как бы разорвав эту связь. Так же и человечество не должно разделиться объективно. Бог в самом сотворении задает человеку стремление к целостности. В книге Бытия мы читаем, Адам творится одиноким. Все живые существа творятся парно, но Адам одинок, потому что в нем должно возникнуть стремление к второму. Он должен осознать одиночество, воспринять его как ущерб, как нецелостность. Тогда появится Ева. Она не изначальная данность, как факт. Она определенный плод, итог ожиданий. Сначала был сформулирован вопрос, и только потом появился ответ. Человечество в рамках первой читы имеет абсолютное стремление к целостности. Но после грехопадения мы видим обратный опыт. Первая чета, прикрывающая друг перед другом наготу. Каин, убивающий Авеля. Каин, уходящий от своих родителей. Все это опыт отвержения, разобщения. Желание максимального разобщения как следствие греха. Вот почему мы до сих пор имеем это центробежное стремление. Разрывать контакт, замыкаться, сегрегировать. Поэтому и Священное Писание регулярно пытается нас свести в общность на разных уровнях. На уровне народа, как с Израилем. На уровне семьи, на уровне церкви. Потому что это естественное состояние человека. Отсюда мы получаем две однозначно не сводимые в синтез категории. Бог, даровавший свободу, примет всякий человеческий выбор, во-первых. Но, во-вторых, человечество не должно разделиться в вечности. Потому что антологически едино по самому замыслу Творца о человеке. И мы остаемся перед лицом вечности с этими вопросами. Но наша задача их честно задать. Он возьмет все оружие, ревность свою. И тварь вооружит к отмщению врагам. Обличется в броню, в правду. И возложит на себя шлем, нелицеприятный суд. Возьмет непобедимый щит святость. Строгий гнев он изострит, как меч. И мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний и заблаков. Как из тугого натянутого лука полетят в цель. И как из каменометного орудия с яростью посыплется град. Вознегодует на них вода морская. И реки свирепо потопят их. Восстанет против них дух силы. И как вихрь развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю. И злодеяние не спровергнет престолы сильных. Здесь представлена грозная картина. Она итог того, что произойдет с миром ввиду воцарившегося нечестия. С одной стороны, праведники получают венец славы и венец красоты из руки Бога. С другой стороны, это связано с предваряющим излитием гнева на нечестивцев. Беззаконие опустошит землю. Это предваряющее введение апокалипсиса текст. Описанное произойдет ввиду того, что проект человеческой истории в итоге не удался. Но это не негативизм по отношению к истории вообще. Наоборот. Бог ввергает человечество в историю, ожидая получить от этого плод. И плод будет. Описание катаклизма, безусловно, родит текст с пророческими текстами, которые показывают, как творение радуется праведности и как оно же воюет против беззакония. У Исаии при описании возвращения народа израильского в Иерусалим холмы выпрямляются в ровный путь, пустыня расцветает, как поле, солончаки становятся полноводными болотами. И наоборот. Читаем, что станет с Вавилоном. Он станет жилищем диких птиц, местом, где шакалы будут аукаться друг с другом на развалинах. Можно заметить, что с Вавилоном так и произошло в итоге. Огромный город, который сейчас уже найден и раскопан, с момента его запустения более не ожил. Хотя в некотором смысле это странно, потому что тот же самый, например, Иерихон, сколько разрушений пережил подряд, и были периоды, когда он почти тысячу лет стоял пустым, все равно оживал и жив до ныне. Данные стихи подчеркивают, Бог в итоге воюет за праведников. В апокалипсисе есть аналогичная идея праведники, находящиеся под престолом Бога, в непосредственной близости с ним и оттуда спрашивающие, «Господи, когда ты отомстишь за нашу смерть?» Это на самом деле явное превалирование ветхозаветных мотивов. Мы верим и знаем, что праведники новозаветные не требуют отмщения за свою смерть. Главный праведник Нового Завета Иисус Христос говорит, «Отче, прости им, они не ведают, что творят». Так же и первый из мучеников Стефан. Идея отмщения – это скорее общий культурный ближневосточный мотив. Праведник является как бы полномочным представителем Бога на земле, а тот, кто оскорбляет посла, оскорбляет и правителя, пославшего его. Поэтому за сделанное праведнику и должен отомстить с точки Ветхого Завета Бог. Субтитры создавал DimaTorzok